Крым уже давным-давно, с момента прихода оккупационных властей, стал по сути своей полуостров строгого режима. Цель страха это поставить людей в определенные рамки, где запрещено мыслить, как сказала госпожа Поклонская, выражать свои мысли согласно требованию закона, где страшно говорить правду. И у меня очень вот интересный вопрос, который я думаю, что стоит задать. Скажите, а почему с крымскими татарами не могут договориться? Ну, существуют же какие-то методы подкупить, что-то сделать. В чем же проблема? Зачем с ними воевать, а любая война все равно выходит наружу? Дело в том, что крымские татары не могут договориться с оккупантом, потому что по сути своей народ вернулся на свою родину в 1989 году. И это даже не память какая-то, знаете, такая семейная, а это история жизни каждого человека, который находится там, каждого крымского татарина. И он понимает, что такое оккупация. Он понимает, что такое депортация. И нельзя переселить себя, можно промолчать, но нельзя поломать дух. Люди возвращались буквально, не знаю, на лошадях пешком обратно на свою родину, селились на земле, в поле, только для того, чтобы вернуться обратно и целовали свою землю. И это их ценность, жизненная ценность, за которую они готовы отдать жизнь. И Путин понимает, что кроме метода страха за свою семью, никак не сможет повлиять. Сотни тысяч человек это серьезная основа для того, чтобы поменять власть. Поменять власть в Крыму можно после этого поменять по всей России. И для него это большая угроза. Поэтому основная задача, безусловно, через страх запретить людям думать, запретить принимать собственное решение, показывать чувства и эмоции.